Вертолеты ВКС РФ в Крыму летают с включенным РЭП из-за провокации в СУ. 5 июня 2019 года. Военное обозрение. Вертолеты ВКС РФ в Крыму летают с включенным РЭП из-за провокации в СУ. Российские боевые вертолеты, входящие в состав 4-й армии ВВС и ПВО и дислоцированные на авиабазе под Джанкоем в Крыму, во время плановых вылетов в обязательном порядке включают станции радиоэлектронного подавления. РЭП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Источник изображения. ТАП УОРДАТ РИА. Плановые полеты российских боевых вертолетов, проходящие вблизи границы с Украиной, в обязательном порядке проходят с включенными системами РЭП в Витебск по причине непредсказуемости украинских военных. По словам источника агентства, командование 4-й армии ВВС и ПВО допускает самовольное, без приказа сверху, применение зенитных средств по пролетающим рядом с границей вертолетом. В случае каких-либо провокаций с украинской стороны, включенная система защиты поможет уберечь экипаж вертолета и саму машину от запущенной ракеты. Он пояснил, что украинские наблюдатели очень внимательно отслеживают все полеты российской авиации, их намерения летчикам вертолетов неизвестны и предугадать их действия невозможно, поэтому радиоэлектронная страховка является необходимостью. Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭП. Заявил источник агентства, добавив, что станции Витебск хорошо зарекомендовали себя в Сирии при защите вертолетов от различных ракет ПЗРК. На севере полуострова дислоцируются вертолеты Ми-28Н и Ми-8 4 армии ВВС и ПВО. Комплексами РЭП Витебск боевые летающие машины в обязательном порядке начали оснащать в 2016-2017 годах. Право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.